На голову игроку надевается вот такой вот манжет с датчиками, и в самом оружии есть лазерная установка. То есть из ствола выстреливает луч лазера, который не виден в глазу человеческому, и он попадает на датчик, и тогда показывается человеку, что он как бы убит. Я играл в пейнтбол, играл в страйкбол, но лазертак мне больше нравится, потому что здесь немножко специфика другая. В каком-то плане он сложнее, потому что нужно целиться только в голову, то есть колени, ноги, руки, и ничего не работает. Именно такими технологиями будут в ближайшее время проходить практику службы специальной подготовки. Точность и дистанция выстрела максимально приближены к реальной. Это дает возможность продумывать тактику на бой, включая даже снайпера. Тактика обычно делимся на три человека и на два человека, то есть пара и тройка. Работает, есть правая лестница и центральная, обычно идем так. Но обычно стараемся осторожно. Снайпер с кем? Снайпер с кем? Снайпер с кем? Снайпер с кем? Снайпер обычно, если есть возможность играть на дальних расстояниях, то снайпера используем. В здании мы сейчас не использовали. Всего в турнире Лозерта, который проводил клуб Диверсант, приняло участие семь команд. Такие турниры организаторы обещают сделать регулярными. Было изначально три сценария. Первый ставится контрольная точка, которую надо удержать на протяжении 10 минут на зеленой территории. Дальше идет второй этап. Это надо захватить здание, которое находится сзади меня, и выйти на крышу. То есть перебить всех игроков, которые находятся в здании, и выйти на крышу. И третий сейчас этап. Две команды стартуют со здания, и одна должна просто перебить всю другую. По одной жизни у всех, да, полная зачистка здания. В каждой команде по пять человек? Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова